Приветствую вас и отвечая на вопрос, поможем ли вам, я хотел бы сказать так. Помочь, конечно, можно. Это вполне реально и по силам, но другой вопрос заключается в том, какую помощь вы примете, какую помощь вы хотите получить, какую помощь мы вам можем дать. Пожалуй, начать стоит с того, что мы вам поможем именно вернуть девушку, то есть сделать так, чтобы она вас простила, или подобрать слова, необходимые для того, чтобы она вас простила, этого мы сделать не сможем, потому что третье лицо, я имею ввиду, девочка, это именно третье лицо в данном случае, и, значит, как-то вот подобрать слова, это труд очень кропотливый и совершенно неэффективный. это первое. Значит, второе. Именно в вашем вопросе, именно в вашем, я бы даже сказал, не вопросе, а, наверное, лучше сказать, запросе, есть два важных, на мой взгляд, обстоятельства, на которые можно и нужно обратить внимание. Значит, первое обстоятельство, на которое мне хотелось бы обратить внимание, это то, что вы обидели девушку во время ссоры, и сразу надо напрашивать вопрос, а, значит, по поводу чего была ссора, какую проблему, какая проблема спровоцировала ссору, это первое, первое и главное, первое и важное обстоятельство, на которое нужно обратить ваше внимание, потому что, ну, вот хорошо, вы разозлились, вы девушку обидели, хорошо, вы ее вернете, вы, допустим, помиритесь, ну, а дальше-то что? Понимаете, проблема, которая была у вас, я имею в виду проблема, ну, которая спровоцировала ссору, она никуда не денется, она, как была, она так и останется с этой проблемой, на самом деле, она никуда не уйдет, и поэтому, именно по той причине, что эта проблема никуда не уйдет, я бы хотел, чтобы мы с вами обязательно обсудили, почему вы вообще ссорились со своей девушкой, без понимания причин, по которым вы ссорились, нельзя будет никак гарантировать, что ссоры этих больше не будет вообще. Второе, о чем я хотел бы вам сказать, заключается в том, что вы пишете о, значит, том, что девушка заменила вам всем, всем, заменила вам всем. То есть, вы в ней очень сильно нуждаетесь, вы без нее не можете, и вы ей пишете каждый день. Получается, что у вас сверхмотивация, значит, быть с ней, она для вас имеет чересчур серьезные отношения, она для вас имеет чересчур важные отношения, и вы для, вы в нее, я имею в виду, в девушку, вкладываете очень много смысла, и, к сожалению, этот смысл, этих смыслов, точнее, их очень много, и их гораздо больше, чем, ну, вообще-то говоря, должно быть. Вот. То есть, для вас девушка, это нечто, некто нечто большее, чем просто девушка. Для вас девушка, это 100 тысяч. И вот это, на самом деле, очень плохо. Потому что нужно, чтобы девушка была для вас только девушкой, и все, чтобы больше она никакую роль не выполняла. А вот это вот, ваше чрезмерное значение ее для себя. очень значительно усложняет ваше отношение, и, что самое главное, повышает вашу зависимость. Почему вы допустили, допустили то, что девушка стала для вас все? Как так получилось, что вы стали от нее чересчур зависимы? Почему вы стали от нее чересчур зависимы? Вот этот вопрос, ответ на этот вопрос очень важен, для нас важен. Потому что снижение зависимости от нее позволит вам быть более свободным, более объективным, более спокойным. И, возможно, лучше понимать и ее саму, я имею в виду девочку, и себя в конференции отношений, и во всех, и так далее. И это все необходимо вам, это все необходимо вам для того, чтобы лучше выполнять свою роль в отношениях. Вы сейчас по сути дела думаете о себе. Вы сейчас по сути дела не думаете о девочке, вы не думаете взять по сути дела каково ей. Вы думаете о том, каково вам. Вам плохо. И вы хотите вернуть именно потому что вам плохо, а не потому что он, например, плохо ей. И вот это ваша зависимость от нее, ваша зависимость от девочки является тем, с чем мы можем вам помочь. мы будем убрать. У вас чрезмерная зависимость от девочки. И вы будете действовать только в контексте свободного, независимого поведения и отношения к ней. то есть необходимо снизить вашу мотивацию быть с ней. А для этого необходимо анализировать вашу жизнь. Для этого необходимо понимать как можно лучше что с вами происходит. что у вас случилось, что вы выстраиваете такие отношения зависимые. Почему вы ссоритесь и почему вы обижаете девочку. Насколько вы отдаете себе отсчет в своей модели мужского поведения. готовы ли вы лично развиваться для того чтобы исправить ситуацию. Готовы ли вы лично расти для того чтобы подобного больше не повторилось. Вот эти вопросы все эти вопросы с вами нужно будет разобрать. потому что они эти вопросы очень очень важны. И вот когда и если вот все вот это вот вы разберете когда и если все вот эти вот моменты вы для себя уясните когда и если вот это все у вас значит будет разбросано по полочкам когда вы все вот это для себя поймете да вот тогда уже и можно будет говорить о чем-то связанном с построением с выстраиванием лучше наверное бы сказать выстраиванием ваших взаимодействий с девочкой ну а пока есть только зависимый человек которым вы являетесь и вы скорее всего не осознаете что вы зависимы скорее всего вы не отдаете себе в этом отсчет в том что вы зависимы а это значит что у вас практически нет шансов выстроить нормальные здоровые отношения и я вам собственно и говорю насколько вы готовы работать над собой насколько вы готовы личностно развиваться чтобы такая ситуация больше чтобы так то что с вами вот происходит да сейчас чтобы такого больше не было и вот я спрашиваю вас собственно готовы ли вы над собой работать вот пожалуйста пожалуйста подумайте на эту тему и вот когда решите для себя этот вопрос тогда и мой не будет с вами начать работать и смотреть в каком направлении вы готовы двигаться в каком направлении вы готовы идти а пока пока я боюсь что если вы ничего не припримите в рамках его личностного роста то ситуация таковой и остальность на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались пишите в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго удачи и принятия верного решения относительно своей будущей жизни